С пяти утра Николай Санталов заступает на службу. За рулем тяжелой техники он уже больше 40 лет. Пять лет назад ступил на скользкую дорожку, начал заливать катки. Говорит, помимо создания праздничной атмосферы, в этом деле важно позаботиться и о безопасности. Ну, примерно сантиметров 15-10, чтобы он уже там как бы не лопнул и до плитки не достал, и чтобы там травму не получил никто. Мы будем заливать здесь каждое утро на протяжении всей зимы. Только объем будет. С утра подметаем, а потом начинаем заливку. Ледовая арена открыта для гостей в четырех городских парках. Гагарина, 50-летие октября, Победы и Дружбы. Везде будут работать отапливаемые пункты проката коньков, где можно будет погреться, выпить горячие напитки, а также подкрепиться. Вечером на катках заработает праздничная иллюминация. Традиционно мы открывали громко на весь город с какими-то праздничными гуляниями наши катки. Так как в этом году существует определенное ограничение, мы просто открыли двери и сообщили об этом нашим гражданам. Чтобы они приходили на наш лед, получали уже предновогодний заряд и настраивались на позитивный лад. Работать катки будут ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Вход в пункты проката только в масках. Дважды в день в помещении будут проводить дезинфекцию. Коньки же обрабатывают после каждого клиента. Всего в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.